Всем привет! Сегодня решил апгрейдить свой очень старый компьютер на базе материнской платы от Asus M5 A97 R20, а целью этого обновления является установка M2 накопителя, в моем случае это 970 EVO Plus от Samsung на 500 гигабайт, на замену моему старому Kingston A400 на 120 гигабайт, так как места не хватает, да и плюс от того, что он переполнен, постоянные просадки по скорости. Ну и само собой скорости накопителя M2 и скорости старого твердотельного SATA накопителя конкретно различаются. Показатели Kingston A400 накопителя, конечно, сейчас не объективны, потому что он переполнен. При установке такого накопителя на старую материнскую плату мы столкнемся с некоторыми проблемами. Конечно же, просто установить на эту системную плату этот M2 накопитель у нас не удастся, потому что здесь просто нет такого разъема. Для этого нам понадобится специальный переходник PCI Express. Ну и самая главная проблема, на мой взгляд, в старых материнских платах, это отсутствие в прошивке BIOS поддержки быстрой загрузки операционной системы с твердотельных накопителей M2 NVMe. Что это значит? Что мы с вами сейчас с помощью переходника установим M2 накопитель на старую материнскую плату. Он работать будет, мы сможем хранить на нем файлы и все такое. Но при установке операционной системы, при запуске старте ПК, мы не сможем запускать операционную систему, установленную на этом накопителе. А это для нас самое главное. Значит, проблема состоит в том, что нам нужно как-то это в BIOS устранить, то есть вшить функцию поддержки NVMe. Для этого нам нужно либо найти уже модифицированный BIOS, именно для вашей системной платы, какая бы она ни была, что в принципе очень тяжело. Либо же модифицировать его вручную. Конечно, на некоторых материнских платах и так поддерживается это все, то есть есть поддержка NVMe в BIOS. Такую информацию можете найти в интернете, то есть загуглить вашу системную плату модель и посмотреть, есть ли у вас поддержка NVMe. Если нет, то конечно придется здесь немного пострадать. Но все же можно вшить эту функцию даже в самую старую системную плату. В моем случае, для моей системной платы, я нашел на форумах модифицированный BIOS, как заявляет человек, который его там выложил. Но опять же, это все делается на свой страх и риск, и конечно очень хотелось бы не убить флешку BIOS, чтобы потом не пришлось ее прошивать программатором. А это, наверное, не хотелось бы никому. Кстати, прошивка BIOS тоже у нас вызовет некоторые проблемы. Просто так прошить его не удастся модифицированным BIOS, потому что, допустим, стандартная утилита этой материнской платы ES Flash нам не позволит установить модифицированный BIOS. Мы можем, конечно же, попробовать принудительно прошить BIOS. Допустим, здесь в книжке я нашел такую функцию USB BIOS Flashback, где, в принципе, описан способ прошивки BIOS принудительно. То есть, что нам для этого нужно? Нам нужно флешку с нашим файлом прошивки BIOS вставить необходимый USB порт, который указан у вас в инструкции. В моем случае этот порт вот здесь находится рядом с LAN портом. И потом зажать кнопку прошивки Flashback, которая также у всех может находиться в разных местах. Ну, подписано будет примерно так BIOS FLBK. Ну и самое главное делать это все на выключенном компьютере, соответственно, чтобы только приходило питание на системную плату. Итак, давайте вкратце посмотрим, что у нас будет для апгрейда. Значит, во-первых, это сам накопитель Samsung 970 EVO Plus на 500 гигабайт. Говорить о его характеристиках, я думаю, смысла нет, потому что уже сделано тысячи обзоров на него. Если вкратце скорости обещают огромные, большие, до 3500 мегабайт в секунду. Это у нас последовательное чтение и максимальную скорость последовательной записи 3200 мегабайт в секунду. Структура памяти 3D NAND. Есть здесь, конечно же, DRAM буфер на 512 мегабайт. Ну и прочее, прочее, прочее. Его ресурс обещанный Samsung в 300 терабайт. Ну, говорят, что он ходит в пятикратном размере. Ну и, конечно же, качество очень высокое у Samsung. Я думаю, вкратце пойдет такой обзор небольшой. Вот такую штуку мы будем себе устанавливать. Пытаться, по крайней мере, на старую материнскую плату. Конечно, мы не сможем ее установить в нашем случае без переходника, который я также приобрел. Приобрел я его комплектом. Что это значит, сейчас расскажу. Вот такой вот у нас переходник в PCI-Express для установки М2 накопителей. Я его покупал комплектом. То есть, здесь идет у нас отверточка, идут винты крепления и, что самое главное здесь есть, это у нас радиатор. Правда, совсем небольшой и термопрокладка в комплекте для SSD. Но он призван у нас устранить один главный недостаток М2 накопителей. Это их перегрев и, соответственно, что является следствием перегрева троттлинг SSD накопителей. То есть, внезапный упадок скорости и, соответственно, модифицированный BIOS для поддержки загрузки NVMe накопителей. В общем, вот такой вот набор. Материнскую плату модель вы видели. Сейчас будем пытаться что-то с этим сделать. Итак, что хотел еще сказать. В моей системной плате присутствуют два разъема PCI-Express на 16. Оба имеют версию 2.0. И мне очень интересно, какую скорость PCI-Express 2.0 будет нам выдавать от этого М2 накопителя. Светодиод на переходнике загорелся. Это свидетельствует о том, что все-таки он работает. Наверное, давайте перейдем в BIOS и посмотрим, как определяется у нас этот SSD накопитель. Здесь у меня еще установлены два жестких диска, но наш SSD не видит новый. Нужно шить BIOS. Так, в Asus S-Flash находим нашу флешку. Здесь вот у меня закинут модифицированный BIOS. При попытке его прочитать, он сейчас нам выдаст ошибку. То есть и не даст нам никаких действий дальше совершить. Поэтому используем флешбэк. У меня есть задняя заглушка для системной платы. И здесь подписан как раз USB BIOS Flashback. Зеленым отмечен. Вот в этот разъем необходимо вставить флешку. Далее смотрим, чтобы на системной плате горел индикатор дежурных питаний. То есть она как бы в сети, но компьютер не включен. И я нашел кнопку BIOS Flashback на своей системной плате. Ее необходимо зажать и держать, пока не начнет моргать. Затем отпускаем и ждем завершения процедуры. Ну и конечно самое главное найти нормальную прошивку BIOS, модифицированную. Чтобы вы нафиг не убили флешку. Иначе потом ее восстанавливают программатором, а это геморрой. Вот сейчас я в том числе действую на свой страх-риск. Даже немножко страшно. Начал моргать. Все, ждем завершения процедуры прошивки. Когда она перестанет моргать. По идее она будет моргать сейчас медленно, потом быстрее. Потом завершит и перестанет моргать. Значит BIOS прошит. Пытаюсь включить комп. Если он включился, то ура. Итак, все же BIOS прошит. Не с первого раза у меня получилось. В общем, та прошивка, что я находил на форуме, не подошла. У меня просто горел индикатор на флешбеке. То есть была ошибка чтения. И не прошивалось. Я поискал еще одну прошивку, нашел, переименовал ее правильно. И, соответственно, с помощью USB BIOS флешбек мы прошили все-таки нашу материнку. И достаточно успешно. Если мы зайдем в BIOS, в приоритет загрузки, мы здесь увидим такую надпись. PATA SM. Это значит, что наш SSD накопитель отобразился в загрузке. Сейчас мы на нее накатываем в винду, ставим в приоритете на первое место. И, соответственно, он должен без проблем грузиться. Поначалу я просто пытался скопировать винду в том виде, в котором она у меня есть. И она скопировалась. Но позже появились проблемы, и новый SSD не загружался с нее. Итак, по итогу операционную систему установить удалось на наш накопитель новый. Но какие это были танцы с бубнами? Какие были приделаны костыли? Для этого словами не описать. Сейчас вкратце расскажу, что нужно делать, чтобы на это чудо установить операционную систему. При первой установке Windows на это SSD мы получаем вот такую ошибку. Чтобы ее исправить, нам необходимо запустить BIOS. Так, давайте перейдем вот сюда. Здесь нужно было везде поставить тип загрузки накопителя UEFI. Не LEGASE, а именно UEFI. Везде стоит. Сначала UEFI драйвер и так далее. Везде. После установки типа BIOS UEFI вы получите вот такую вот ошибку. При установке винды. То есть нужно переделать тип разделов нашего накопителя в GPT. Не знаю почему так, потому что в основном все операционные системы Windows работают на MBR разделах. Ну не знаю, почему-то вот так. Для этого есть инструкция. С помощью команды diskpart в консоли при установке вы можете изменить их на GPT. И лишь затем у вас все получится. То есть сначала ставим UEFI в BIOS. Затем здесь меняем тип разделов на GPT. И все. Затем все у нас получается. В описании к ролику я оставлю все необходимые ссылки, которые вам нужны. Итак, при измерении мы получили вот такие вот скорости. К сожалению, они урезаны где-то вдвое. Из-за того, что PCI Express у нас 2.0 на системной плате. Вот. К сожалению, такие результаты. Но все же они намного лучше, чем обычный SSD. Никакой обычный SSD нам такие скорости дать не сможет. Ну что, давайте подведем итог использования Samsung EVO 970 в такой сборке. То есть при наличии старой материнской платы, где у нас присутствует PCI Express 2.0. И, соответственно, нет разъема M.2. Во-первых, непосредственно, конечно, придется приделать огромное количество костылей к этой системной плате. И, возможно, ко многим другим, чтобы получить возможность чтения операционной системы и загрузки, соответственно, с этого накопителя. Как вы видели, нам пришлось прошить BIOS. Не факт, что пройдет все гладко так, как у меня. Хотя и у меня не совсем гладко все прошло. Еще, что хотелось бы очень важно сказать, это температуры этого накопителя. Но это уже всеобщая проблема. Конечно, необходим радиатор. Так что, если будете брать переходник, сразу же и запасайтесь радиатором. У меня маленький радиатор. Но с охлаждением этого M.2 накопителя, в принципе, он справляется. И, соответственно, троттлингов еще у меня не было. Ни разу, по крайней мере, не замечал при нагрузке. Что еще немного меня смутило при тестировании этого накопителя, то, что у нас тест случайного чтения, ну, совсем маленький, так скажем. В принципе, ничем не различен с другими SSD накопителями, даже обычными. Но, в целом, если меня спросить о впечатлении о такой сборке, то, в принципе, я мог бы сказать, что, возможно, смысла с такой заморочкой и не имеется, поскольку любой SSD-шник обычный, форм-фактора 2.5, который работает на SATA, вполне, в принципе, достаточно было бы любому обычному обывателю. Да, есть плюсы, конечно же, M.2 быстрее прогружает локации в играх, быстрее копирует файлы и так далее, и так далее. Но цена такого использования – это огромное количество приделанных костылей к старой материнской плате. Ну, на этом все. Дальше решайте сами, нужна ли вам вообще такая заморочка или нет.